Сейчас мы поедем на Рублевку, где живут богатейшие люди России. Там мы снимем тренировку по жиму-лёжу с самым сильным жимовиком в мире Кириллом Сарычевым. Посмотрим, где куют свои бицепсы российские олигархи, звезды шоу-бизнеса и политики. Про фитнес-клуб на Рублевке рассказывают много невероятных историй. На входе действует строгий фейс-контроль. Но с вами Кирилл Сарычев, он человек большой, прорвемся. Кирилл Сарычев Кирилл, расскажи, с чего ты начинаешь свою разминку? Говорят, у лифтеров она немножко отличается от билдерской. Не просто там кручение суставов, а подготовка к жиму? Я, признаться честно, не часто наблюдал билдерскую разминку, но расскажу, как разминаюсь сам лично. Обязательно я сейчас начну с гиперэкстензии, то есть погрею спинку, потому что сегодня на жим буду греть спинку, потому что будем маститься, чтобы поджать, чтобы не было никаких сюрпризов. И обязательно погрею грудь, плечи, локти, трицепс немножко и растянусь немножко. Сколько у тебя длится разминка? На самом деле она небольшая. Мне, чтобы пропотеть, чтобы мышцы разогрелись очень немного нужно времени. Многие любители считают зазорным начинать с пустого грифа, а то, не дай бог, кто-нибудь в качалке подумает, что я такой слабый. Ну, посмотрите, Кирилл Сарчев, самый сильный жимовик в мире. Не стесняется начинать с пустого грифа. Зато лучше согреется. Я был, я был раньше одним из тех, кому было зазорно начинать с пустого. Но растяжение, травма, сказали, окстись. Не всем быть профессионалным, да, бодибилдинга, пауэрлифтинга, но большинство хочет сочетать, как бы и в весах расти, да, и форму более-менее неплохую иметь. Как вот, на твой взгляд, можно организовать тренировки, чтоб жим все-таки рос, да, на нем фокус был, но при этом, как бы, не слишком много усилий тратите на общую такую форму. Ревернутый треугольник, ноги все-таки хоть не палочки. Ага. Чтоб на все восстановление хватало. Да. И без фармаколой. Я понял. Три ответа, два из них будет об одном, но с разной интерпретацией. Делать кардио чуть-чуть. То есть, если конкретно ты жим лежа, то ничего страшного, можно добавлять кардио. Оно никак не мешает. Мой друг, очень близкий, Мурат Алибегов, тому подтверждение. То есть, человек с удающимся жимом выглядит, как будет билдер. Весь венах, весь секется с кубиками. У меня тоже есть где-то там кубики. Вот. И пытаться правильно. Это всякий фастфуд, тоннами конфеты на ночь с чаем. То есть, нет всякого, действительно, не знаю. А вот расхожий стереотип, что вот я много тренируюсь, делаю большие жимы. Значит, можно съесть всякую гадость немножко? Может, все переработается? Она переработается, если ты ее съешь до, во время и после тренировки. Да, в эти дни. Но не на ночь, да? Не на ночь, да. В эти дни, прям вот конкретно можно перетренировку. Я прихожу в зал, я постоянно перетренировка кушаю. То есть, я приезжаю в зал, долгая дорога, вы сами обратили внимание. Прихожу, кушаю, через 10 минут я иду тренироваться в зал. Я у тебя, кажется, не видел. Я видел, что у тебя спортивное питание только. Ну. Или это ты сегодня исключение такой? Сегодня исключение. То есть, я прихожу, там, или каша какой-нибудь сладенькой такой, там, с орешками, то есть, потом каким-нибудь углеводным напитком. Вот так вот. И прям во время тренировки можно всякие батончики употреблять, там, печенье, если есть. Во время тренировки это все сгорит. Ну что, по ошибкам? Да. Это самое. Когда опускаешь, когда опускаешь, у тебя разгибается кисть. То есть, ты расслабляешь кисть. Угу. Штангу не держишь. Ты штангу должен сжать так, такое ощущение, что ты хочешь ее просто поломать. Слитно, да? Да. Все это должно быть одноцельное. То есть, это продолжение твоей руки. А ты ее просто расслабляешь. Это первая ошибка. Вторая. У тебя достаточно мяса, чтобы свести лопаточки. Лопаточки сводишь, но ты все равно разводишь руки. То есть, получается, ты опускаешь и руки разводишь. Даешь нагрузку на грудь. Видимо, грудь преобладающая мышца у тебя в жиме. То есть, она больше развита, чем руки. Да. Поэтому она все нагрузкой забирает на себя. Угу. Вот. Ну, это сразу с наскоком мы не переучим. Ну, нужно стараться. Постепенно будет давать нагрузку на трицепс. Чтобы все работало. То есть, их как-то ближе к телу. Чуть-чуть просто, да. То есть, не разводить вот так вот не стараться, а чуть-чуть. Плюс болтанка в ногах. Ноги стоят. Все. Ну, упора. То есть, все правильно. Ну, в них нет упора. Они просто стоят. Просто формально, да? Просто, да. Просто стоят. Ну, ничего такого. А должен как пружина. А должен как пружина. И можно попробовать на носочки. Так как у нас есть цель в соревнованиях выступить? Когда-нибудь есть. Ну, вот все. Можно носочки встать. Чуть-чуть под себя завести. Ноги длинные, высокие. Как у меня тоже. Будет более пружинистый упор. Угу. Если руки отстают. Стоит ли их как-то дополнительно подкачивать? Раз в недельку? Я бы дал раз в недельку трицепс. Ни в коем случае не французский жим. Лежа, который очень-то он опасный. Там веса что-то не подбавляешь, да? Он просто сам по себе, я не знаю. Хорошее упражнение. Он очень сильно прорабатывает трицепс. Но, блин, риски не сопоставимы с результатом. На блоке. На блоке также можно с весами, с прямой палочкой проработать. А у него трицепс работает? Нагманно? Конечно, да. Конечно. А в каком режиме? Тоже 10-12? От 8 до 12 повторений. Я думаю, больше не нужно будет. Плечи. Важно тоже участвующее в жиме мышц. С одной стороны, важно участвующее. С другой, говорят многие, что как раз лишняя на них подсобка может ухудшить результат. Поскольку плечи перекачиваются. Если перегрузить, если перегрузить, конечно. Перегрузили мы, допустим, плечи жимом стоя. Мышца у нас частично выключается, потому что она получается недовосстановленная. И опять же нагрузка перераспределяется. То есть, организм делает все, чтобы ему поднять. А вы ему усложняете задачу. То есть, мы перегрузили плечи, он дал нагрузку на грудь, трицепс. Перегружен трицепс, перераспределяет. То есть, организм сам постоянно в поисках. Ты сам плечи как? Тренируешь? Да? Да. В основном жимы стоя, всяческие жимы на плечи. То есть, ни односложные, ни односложные упражнения. Я делаю межсезон. А когда тренируюсь, подготовлюсь, я не даю нагрузку. Особенно передний пучок. В основном делаю разведение двух сторон. У тебя в итоге рекорд, я просто забыл. Устал следить. 335. После нашего интервью, часть которого называлась как пожать заветную сотку. Возникло много вопросов. Примерно одного и того же свойства. Как пожать заветные 150? А, 150. Вот люди научились, вышли на сотку. Кто-то через год, кто-то там, в зависимости от уровня тренированности. Но столкнулся с проблемами, что путь от 100 до 150 уже не столь комфортный. Там не так легко прибавляются веса. На что обратить внимание, чтобы преодолеть путь вата? Если брать основные ошибки, я сейчас вспоминаю, которые допускают многие. Многие перетренироваются. Вот как раз то, о чем мы сейчас говорили в рамках моей тренировки. Как ты заметил, я работаю не в отказ. Я работаю по два повторения. А еще нагружает подсобка. Да, а любой новичок, он думает, о сегодня силы есть, зачем мне на два жать? Я пожму на пять. По пять-пять сделаю. Он вырубает себе полностью свою нервную систему на неделю. Но еще и добавляет еще одну тренировку. И ее делает в отказ. Через месяц он так нагружается, что у него просто желание пропадает. Вообще тренироваться, в принципе, не то, что там даже 150 жать. Иван Бродянов, как нас в интервью, сказал, что подготовка бодибилдера, ну уровня чемпионата Москвы, например, именно подготовительный период обходится в месяц в 200 тысяч, примерно. Рублей? Да. Я думаю дороже. Ну да. Он назвал это как минимальную планку. А как дела обстоят в пауэрлифтинге? У пауэрлифтинга все скромнее во всем. У бодибилдинга правильное питание – это просто. Питание – это вообще фундамент. Пауэрлифтинг себе может позволить пойти и съесть торт, как медовик прийти потренироваться, поднять футболочку, не увидеть кубиков, улыбнуться и идти дальше тренироваться. А бодибилдеры – это непозволительно. Потому что у них именно эстетика, красота тела. Пауэрлифтер уровня, там, мастера спорта. Сколько ему нужно на подготовку на соревнования? Сколько? На три месяца? Да я думаю половина той суммы, что нужно бодибилдеру на… То есть по 100 тысяч в месяц, да? Не по 100 тысяч в месяц, 100 тысяч на три месяца. А, 100 тысяч на три месяца вполне достаточно. За глаза хватит. УАР РО, 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 РО. Теперь во время подъема ногами упирайся. Прямо когда будешь поднимать ногами, и ногами. Мы с тобой год назад как раз примерно встречались, ты тогда только запускал новую федерацию, как у тебя дела сейчас, когда ждать ближайших турниров, какие планы по развитию? У нас уже столько турниров прошло, уже в этом году, еще только май, а уже мы в трех вузах провели соревнования межвузовские. Все российские корпоративные игры провели на соревнования по жиму-лежу на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий» с участием других кораблей провели соревнования. То есть между командами кораблей? Да, между командами кораблей. То есть это очень престижно. Какой корабль победил? Вроде Петр Великий все-таки убедил. Кстати, про экипировку. Ты вообще безо всего, да? Да. Как так? Мне так комфортнее. То есть ты пробовал, сравнивал и комфортнее жать так, да? Просто уже, наверное, настолько приелась эта экипировка. Просто вспоминаю даже разминку, когда выступали в комбезах, бинтах. Просто что-то с тем-то. Одень комбез, сверху ремень, бинты, лямки застегни, напульсники застегни вовремя. Пока на шатыря поднесли, там, пока намазался весь. Переоделся, разогрелся, лег, пожал. Попил, все, дальше разговаривай. Кирилл, сколько отдыхает парвлифтер? Я смотрю, что там... Ну, пампингом с такими весами не занимаются, это понятно. Не, интенсивность можно поднимать, уменьшая отдых. А нужно ли это? Не всегда. Не на этих весах. То есть на весах меньше, до 70%. Можно сокращать отдых. И интенсивность будет подниматься. Это как объемный тренинг, да, ты используешь? Да, да. Это вот то, что ближе к формату, легкие тренировки, средние, да? Все верно. А на тяжелых весах, соответственно, сколько примерно есть смысл отдыха? Я интуитивно чувствую, что восстановился, отдышался, все, пульс в норме. Взял, пожал. То есть я не сижу с таймером, не считаю. Но ты же, по сути, не в отказ, да? Конечно, нет. Хоп! Я этот вес на 9 раз сжал. Кирилл, ты сказал, что жмешь этот вес на 9 раз, да, вот сейчас делаешь на 2. А бодибилдеры любят, например, работать в отказ. Ага. В общем, а почему так? То есть ты бы мог, в принципе, еще сильнее себя нагрузить, дать возможность организму подстроиться, адаптироваться под тяжелую нагрузку? Да. Бодибилдер делает свою тренировку раз в неделю, и у него задача дать импульс, чтобы мышца росла, чтобы гипертрофия была, гипертрофировалась. А у меня, чтобы приобреталась сила. Поэтому мне нужно ставить запас для следующей тренировки, чтобы набрать свой объем тренировочный. Поэтому у тебя получается 5 рабочих подходов сегодня, да, и 2 повтора, да? Да. Да, серьезно. Что касается планирования недели, вот, например, у человека, там, 4 дня в неделю он тренируется, как ему сделать тренировку, организовать с фокусом нажим, ну, и поддержкой формы? Угу. То есть 2 жимовых дня, да, наверное? Да, 2 жимовых дня больше не стоит даже. И тебе 2 дня, один день спину сделал, другой день ноги. Все. И в жимовые дни добавить что-нибудь, подсобки какую-нибудь? Можно добавить подсобку, можно всю подсобку перенести даже на день ног, на день ног и спины. Я бы только в один жимовый день бы я бицепс скачал бы еще очень так усиленно и все. То есть 2 жимовых дня, как бы ты их построил, если бы был не чемпионом по жиму лежа, а обычным любителем? Обычным любителем? Если обычным любителем, ну, сложно сказать. Да делал бы по классике тяжелый легкий жим. Тяжелый жим это что, в твоем понимании? Если я прям любителем-любителем, тяжелый жим это базовый жим. То есть там, где мы будем приобретать силу, а другой бы я жим сделал подсобный. Это какой-нибудь или кач многоповторный, либо это не классический жим, либо это был бы жим под углом, совмещенный с жимом стоя. В принципе, я сейчас говорю только как я провожу свои межсезонные. У тебя между тем, особенно со спины заметно, спина прям вот такая перевернутая треугольная. То есть это как у бодибилдера. При этом считается, что в пауэрлифтинге, да, там даже когда делаешь всякую становую тягу, то спина растет так, а не широчайшая. Как у тебя такая спина, генетически или все-таки что-то ты делаешь дополнительно? Я спину качаю каждую среду, у меня спина идет полностью. А спину ты какую качаешь? Становая тяга, подтягивания, блоки всеразличные, тяги, штанги. То есть ты на ширину спины делаешь, да? Все, что есть в зале, в котором я присутствую, все, так сказать, употребляемо, что касаемо спины. Вот тут вопросы от наших зрителей и читателей. Три года назад ты рассказывал, как пытался побить рекорд Гиннеса, потянув штангу 90 кг на мизинцах, но смог только 70. Не пробовал ли после этого ты еще раз? Как думаешь, осилил бы ты сейчас 90 кг? Это было в Австралии, да, я вспомнил. Ну, это такая ерунда, если честно, ребят. Попробуйте, только аккуратно, без, так сказать, без фанатизма. Ну, это просто, когда повесили на 10 кг больше, я почувствовал, что вот-вот и связочка оторвется. Это, ну, действительно. Там пустой гриф даже тяжело упал. Да ну, кажется, казалось бы, ну вот они, мизинцы. А когда поднимаешь вес, чувствуешь, что вот именно на одну связку столько нагрузки, ну, просто. Порваться можно только в пусть. Вот, Кирилл, с твоей силищей можно человека одним ударом убить. Поэтому интересно, как ты относишься к дракам. Стараешься решать все вопросы словами или можешь ударить, если взбесен? Ну, лучшая драка та, которой не было, я считаю так. То есть ты решаешь вопросы интеллигентно. Я всячески, да. Подойдешь, посмотришь на человека. Всячески я вообще. Он сделает, что надо. Даже подходить не буду. Можно ли значительно увеличить результат в жиме лежа, не увеличивая собственный вес, то есть остаться при этом в своей категории весовой? Ключевое слово – значительно увеличить результат. Значительно, значительно, значительно. Скажем, процентов на 30. Ну, можно. Вопрос времени. И вашего, так сказать, состояния на данный момент. Какой вы. То есть если вы рыхленький такой, с пузиком, то можно все это переработать в качество. А можно еще и категорию не видеть. Да. Нет, можно остаться в категории, просто стать более мышечным. В принципе, что у меня происходит. Я и 181 килограмм весил. Когда 326 пожал, я весил 181 килограмм. Но ты все равно попал. У тебя абсолютка и все. Ты не сможешь пройти в категорию. Не, я просто, я к тому, что сейчас, даже вот на последнем соревновании, где я пожал 335, я весил на почти 10 килограмм меньше. Но результат прибавился. Просто питаться более правильно. Мышцы же это, жир – это не мышца, она лишняя в организме. Но она, но немножко должна присутствовать. Именно у пауэрлифтера должен жирок быть небольшой. По цифрам, можешь сейчас примерный свой рацион, там, ну, калории, белки жира, углеводы, примерно? Именно сейчас я питаюсь, где и как получится. Очень много работы, очень много организационных моментов, если ты заметил. То есть, да, ну, просто физически не получается. А когда готовился, я на самом деле ударил по быстрым углям. Да, я не добирал углеводами, мне просоветовал мой американский коллега, к которому обратился, я ему рассказал свой рацион, он говорит, ну, ты его, для пауэрлифтера, ты вообще по углям не добираешь? Почему ты и боишься? И когда я начал есть быстрые углеводы, я начал сушиться, почему-то на ней вдруг. Слушай, может твою диету и вообще по важным женщинам предложить? Убиваешь двух зайцев. Сладкое можно, худеешь, наверное. На это надо подумать. Авторская программа. Отлично. И заключительный. Кирилл Сарчев учит сушиться на шоколадках. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оп, straфting тревения. Вот так вот надо было. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сколько у тебя, прям, было 1,5 тысяч? 6 тысяч. Я их набирал с трудом и поглощал их тоже с трудом. Просто это тяжело. Превращаешься в такой, в завод по переработке хороших продуктов, в нехорошее. На самом деле, блин, это… И сколько белков у тебя был, где-то там стандарт, полтора-два, да? Там уже я не считал, просто там… Я просто знал, что мне нужно быстрых закинуть, мне нужно немножко белков, жиров нужно обязательно тоже. И углеводы, да? И углей, да, углей начал. И по силе сразу прибавил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова